Гостей, которые в этот день пришли за сертификатами у входа, встречали ростовые куклы. Они особенно понравились малышам, которых в этот день было очень много. В фойе для ребят устроили различные конкурсы и состязания. Они с удовольствием участвовали в них вместе с родителями. Здесь же развернулись интерактивные площадки. Любители спокойного отдыха могли порисовать и посмотреть мультфильмы. Минуты ожидания официальной части церемонии пролетели быстро и весело. И вот счастливые семьи занимают свои места в зале. На экранах в это время крутится видеоролик о семье Поповых, которая на днях побывала в деревне Труфановка. Место нам понравилось, природа живописная. Походили по лесу, посмотрели, можно и по грибы нам сходить, и по ягодам. В семье Поповых уже растет четверо детей и совсем скоро на свет появится пятый. Ирина и Михаил уже начали строить планы на будущее. Эмоции непередаваемые, радость большая, не знаю, счастье, очень рады. Мы надеемся, что начнем строительство нашего дома. Вот, все-таки его может быть завершим уже по истечении пяти лет. С приветственным словом выступил глава Одинцовского района Андрей Иванов. Он тоже многодетный отец. Если помните, в прошлом году я дал обещание, что многодетные семьи Одинцовского района начнут получать земельные участки. И это обещание, это слово, вот сегодня есть такая возможность у меня его, собственно, реализовать и выполнить. Сегодня у нас радостное событие. Я хочу поздравить всех счастливчиков, которые сегодня получают земельные участки. Надеюсь, что этот земельный участок в деревне Труфановка, который мы вам предлагаем, который вы сегодня получите, он по-настоящему для каждой из ваших семей станет родным. Глава также отметил, что в течение года земельные участки должны получить все многодетные семьи района. Для реализации программы поддержки многодетных семей районная администрация выделила 109 участков на территории в 12 гектаров. Это городское поселение Кубинка. Размер одного участка 10 соток. Стоимость свыше 2 миллионов рублей. Выделенная территория расположена вблизи садового товарищества. На ней обустроят небольшую гостевую парковку. Также в плане поселка предусмотрено место для подстанции, мусорных контейнеров и спортивной площадки. Уже со следующего понедельника в Труфановке начнется чистка леса под строительство дорог. Работы планируется завершить к 1 сентября. Кроме того, осенью в бюджет следующего года будут заложены средства на проведение коммуникаций. Их подключение должно быть завершено к лету 2016 года. В завершении мероприятия выступил директор Одинцовского МФЦ. Я хочу вас поздравить с этим значимым событием для вас. Со своей стороны хочу сказать, чтобы получение свидетельств на право собственности было так же быстро и комфортно для вас. Со следующей недели сотрудники МФЦ обзвонят каждую семью, предложат удобное для вас время, чтобы вы пришли в МФЦ, помогут вам собрать, сказать, какие необходимы документы. И чтобы вы в МФЦ также провели минимальное количество времени для подачи документов. Многодетные семьи долго не отпускали главу. Люди благодарили Андрея Иванова за оказанную помощь. Всем ребятам подарили большие воздушные шары. Детские эмоции били через край. Как мало надо, чтобы увидеть счастье в глазах малышей. Но еще более счастливыми в этот день были их родители. Они не держали в руках воздушные шары, а стали обладателями документов на осуществление своей мечты. Мила Тарасевич, Артем Момоносов, телекомпания Одинсова.